Привет всем! С вами на связи ведущие подкасты. Надо было покупать редакцию Ферклок в лице меня, Лены Джесс, и моих коллег Алекса Кей, и наш ведущий редактор и отдел Владимир Слипер. Привет, пацаны! Привет всем! Ура-ура! Пережили эту зловещую кровавую неделю. Поговорим как раз сегодня о падении крипты, о том, что активизировались на рынке киты. И немножко о прогнозах, конечно же, о политике, куда без нее, о тонах века тоже затронем у них, там интересные новости в экосистемках их происходят, и не обойдется без скандалов. Пользователи ОКХ, оставайтесь с нами, мы расскажем, что ждет биржа, вообще уходить с нее нет, нет, спойлер, все хорошо, объясним в конце почему. Погнали! По традиции начну я за обзор рынка. Потерпите меня несколько минут, я хочу немножечко тут все разжевать, потому что на протяжении этой недели это была наиболее актуальная тема, и эта тема была у всех на слуху. Неделя началась, можно сказать, смело с настоящего обвала биткоина и альткоинов. Конечно же, не все согласны с такой формулировкой, что это обвал, особенно такие стреляные воробьи, видавшие виды криптоны, участники рынка прошлых нескольких циклов. Но, тем не менее, многие сочли это обвалом, потому что биткоин упал ниже 50 тысяч в моменте до 49 тысяч в аккурат, после чего начал восстанавливаться. И сейчас, как мы видим, ну это уже другая история, он уже выше 60, а эфир тоже неделю назад, менее недели назад затестил 2100, альты попадали. А некоторые, особенно новички, на которые многие возлагали надежды, это Старк, это Бласт, Зикея и другие, ну так они вообще обвалились в какое-то дно, обновили лаи и, в общем, там где-то болтались. Но я давно не помню, чтобы биткоин падал более чем на 10%, в данном случае на целых 13%, разве что в прошлых циклах рынка. А круче падение, помню, это было весной 2020 года, это, ну, считайте, предыдущий цикл, это было на фоне ковид-суматохи. Но потом, на фоне количественных смягчений вертолетных денег, вскоре восстановилась цена, и не просто восстановилась, а взлетела в космос. Ну что ж, надеемся, и в этот раз будет нечто схожее. Рынки ближе к выборам США стабилизируются, геополитическая неопределенность рассеется. Войны прекратятся. Ну, это все мечты, конечно же, но вернемся на землю. Альткоинам вообще пришлось не сладко. Эфир падал на 22% за сутки. Его цена за несколько дней обвалилась на 1000 баксов. То есть, если он стоил там 3300 некоторое время, то он упал до 2300 и там посидел в этом диапазоне. И сейчас он восстановился. Сейчас вот конец недели происходит восстановление в районе 2600. А вот индекс страха, мой любимый индекс, впервые за долгое время засигнализировал о панических настроениях. И это, ну это, с другой стороны, исторически классный сигнал на покупку, особенно на фоне бычьей фазы рынка. Сейчас бычья фаза, хотя не очень это, конечно, чувствуется, но все-таки фаза бычья. Учитывая рост биткоина с начала года, он опережает золото по динамике роста, несмотря на то, что золото пользуется спросом. И как сейчас мы наблюдаем, вот что касается, вот в контексте индекса страха, что когда он показывает на панику и нужно покупать, сейчас это не исключение. То есть, ну у нас выпуск называется «Надо было покупать». Мы, я думаю, не станем останавливаться о том, что надо было покупать. Можно было во время падения покупать все, что угодно. Все, что угодно, когда индекс страха показывает на панику, то, конечно, ну, грубо говоря, лохи продают, а умные люди покупают. Ну, не все подряд, голубые фишки, но можно было покупать все подряд. Рынки хорошо сейчас восстанавливаются, но уже биткоин выше 60 тысяч. Но надолго ли? Ну, покажет время. А что касается причин падения, то вот мы с Василием, кстати, хорошо разобрали это в отдельном видеовыпуске. Посмотрите у нас на канале. Но резюмирую. Многие аналитики, включая Tenex Research, кстати, они такие скептики. Выпускаемые ими анализы, они как холодный душ. Но они в качестве причины падения, не только они, назвали экономику США. Точнее, беспокойство касательно устойчивости первой экономики мира. Основатель Tenex Маркус Тилен отметил, что индекс деловой активности в производственном секторе, ESM, недавно продемонстрировал существенное снижение. И в отчете сказано, что корреляция между этим ESM и биткоином указывает на мрачный прогноз для крипторынка. А теханалитик под ником Ali, мы раньше часто ссылались на Ван Де Попе, но потом что-то Ван Де Попе себя дискредитировал, когда сказал, что продал весь биткоин. Сейчас мы больше ссылаемся на аналитика Ali, потому что он толковые пасочки, ну как пасочки, фишки делает. Делает, выпускает в Твиттере у себя. Так он отметил, что 30-дневный индикатор MVRV, это, кстати, тоже такой циклический индикатор, за которым следует наблюдать. Снижился до уровней ноября 2022 года, и в последний раз подобные значения наблюдались на фоне, не на фоне, а после краха FTX. Также мы выпускали такой материал с довольно смешным заголовком, я смотрел по соцсетям, мои друзья в фейсбуке, они немножко посмеивались над заголовком. Биткоин не виноват в обвале. Ну, что ж, мы специально сделали этот заголовок именно такой, чтобы он был кликабельным. Так вот, аналитики Бернштайн, они заявили, что, также заявили, что обвал стал следствием опасений рецессии в США и нестабильности на рынках. Сейчас политическая борьба, как бы, появилась больше интриги, то есть Камала Харрис догнала Трампа на платформе Polymarket по вероятности. Или даже перегнала вероятность того, что она станет следующим президентом. И вот на фоне этого, как бы, и интрига, и, с другой стороны, нестабильность. Потому что многие криптоны, они просто жаждут, чтобы Генслер, наконец-то, ушел в отставку. Ну, что ж, будем наблюдать, будем с интересом наблюдать за происходящим в США, потому что это действительно очень важно. Это первая экономика мира, и это Егемон в плане геополитическом контексте. Возвращаясь к экспертам Бернштайн, они также провели параллель с мартом 2020 года, когда биткоин упал синхронно с фондовыми индексами. Но, еще раз повторюсь, тогда, когда он упал, все были, ну, не просто в шоке, все были в ах... Ну, прошу запикать, да, это слово. Но тогда, в принципе, те, кто смотрели на индекс страха, он тогда точно показывал панику. И те, кто купили, они были в хорошем-хорошем плюсе спустя считанные недели или месяцы. И что касается китов, активизировались киты. Я передаю слово Володе Слиперу. И, Володя, что там киты? Они тоже смотрели на индекс страха и жадности. Или, может быть, они втыкали и просто себе посматривали на баланс своих холодных кошельков и ничего не трогали? Как все происходило? Тут такая больше глобальная картина. Я сначала в контексте, можно было покупать все подряд, хотел бы прокомментировать. Этот тейк не всегда работает, потому что лично по себе слежу. Не знаю, у меня какой-то талант покупать всегда то, что растет меньше всего. Это у всех такой талант. Я не знаю, как это работает, просто я слежу за всеми, за многими активами. И все, что я взял, например, Stark, Blast, отрастают слабо. Смотрю на Onda, на Sey, Sui, просто 40-50% за сутки. Думаю, как это работает? Почему всегда на мне это так срабатывает? С одной стороны, надо смотреть на монетарку, смотреть, какие готовятся анлоки. Но с другой стороны, рынок настолько иррационален, что эти все анлоки иногда могут не срабатывать. Я так для себя понял, что анлоки в долгосроке хорошо работают. То есть, если анализировать на перспективу нескольких месяцев, это имеет значение. А в контексте там... Однозначно. По Китам. По Китам у нас, во-первых, пошли наконец-то притоки в ETF и на эфир. И как раз на обвале, понедельник-вторник, там 48 миллионов зашло. Потом 98 миллионов. Потом среда-четверг уже небольшие оттоки. Ну, хотя бы не по 100 с чем-то миллионов. Там 2 миллиона, 20 миллионов. По ETF на эфир, там наоборот, сначала оттоки были. И вот вчера уже было там, по-моему, под 150 миллионов приток. Что тоже неплохо. Баланс долгосрочных инвесторов в биткоин пополнился на 404 тысячи биткоинов за последние 30 дней. Это криптоклант нам говорит. Сейл говорит, что это явное накопление. То есть, пока у нас идет падение, киты накапливают. И из китов еще Майкл Сейл. Ну, вот Сейлер поделился, что у него больше миллиарда в биткоинах. Но это новость не из разряда, типа он больше купил. А из разряда, что он держит. Потому что он купил их еще в 20-м году. Там 17 с чем-то тысяч, по-моему. И он с тех пор их держит. И что-то там, возможно, еще набирает. Слушай, Володь, мне кажется, Майклу Сейлеру вообще глубоко пофиг на этот индекс жадности. Он, мне кажется, и в периоды эйфории приобретает биткоин. И он настолько свято верит. Кстати, ну, а вообще в биографии Майкла Сейлера, особенно в период, когда он был молодой, когда был boom.com, я советую углубиться и поинтересоваться. Это интересно, как вообще микростратегия развивалась. Да, все такое. Да, и что касается китов, то что у меня есть дополнить. Да, действительно, по наблюдениям Sentiment фирмы во время падения рынка криптовалют 5-6 августа транзакции в биткоин китов достигли самого высокого уровня с апреля. И в эти дни кошельки с балансами от 10 до 1000 биткоинов, то есть это китовые какие-то такие, знаете, не креветочные, но более-менее такие кошельки активно накапливали монеты. То есть было 28 319 транзакций с биткоином на сумму более 100 тысяч и почти 6000 транзакций на суммы свыше 1 миллиона долларов. И после подобной анчейн активности курс биткоина отскочил. И сейчас, как мы видим, он выше 60 тысяч пытается закрепиться, пока получается. И криптоквант тоже наряду с Sentiment заметили, что баланс кошельков долгосрочных инвесторов цифрового золота за последние 30 дней пополнился аж на 404 тысячи биткоина. Это 23 миллиарда долларов. Такие дела. И главный вопрос теперь куда дальше? Да. Ну, аналитики, как обычно, как на любом движении, одни говорят вверх, другие вниз, потом переобуваются, как Артур Хейс. Это особенно любит делать. Поэтому тут разные мнения. Основатель TNX Research Маркус Тиллин говорит, что нужно ждать 40 тысяч. И то блогер CryptoRover говорит, что если пробьет 48-49, тоже нужно ждать 40 тысяч. При этом инвест-директор Bitwise Мэтт Холган говорит, что текущая коррекция напоминает коррекцию 20-го года. Кто был тогда, напомню, обвал был сумасшедший до 4200, по-моему, процентов на 50 или больше биткоин упал в то время. И сейчас, якобы, похожая ситуация. Типа, вот мы сейчас выдряхнули там лишних, как это принято говорить, пассажиров и идем вверх. Да. Поэтому, а вы как думаете, куда пойдет? Слушай, я, что-то мне вспомнился Андрей Великий, наш юморист из-за всегдатой наших выпусков. Он говорит, не вверх, он говорит, не вниз. Он говорит, рынок однозначно пойдет вправо. Так как в Мэмчике с Виталием Камбутериным, он говорит, голос наложили на его речь, там, говорят, блин, а прикиньте, если б можно было рынок открывать вправо. Типа, не в лонг, не в шорт, а вот вправо просто открываешь, через неделю там 10 тысяч долларов забираешь. Было бы неплохо. Я был бы счастлив. Так, слушайте, ребят, а знаете, что еще, какой прикол? Конечно же, наряду с Питером Шифом, этим золотым жуком, активизировался Насим Талеб. Это некогда почитаемый либертарианцами всех мастей, выдающийся экономист. Иронизирую, конечно. Это от него новоязм вроде антихрупкости. Немножко, ну, в общем, почитайте, что такое антихрупкость. То есть, назвал биткоин плохой защитой от системного краха рынка. То есть, по его словам, это спекулятивный актив, который ведет себя как дорогая недвижимость на Манхэттене. И существует в основном для отслеживания фондового рынка. А в контексте сохранения стоимости писатель назвал золото превосходным средством. То есть, если вы закопаете золотую цепь в землю на 10 тысяч лет, она все равно останется золотом. То есть, не будет никакой коррозии. Интересно, что будет с биткоином через 10 тысяч лет. Да, и интересно, что когда-то, кто помнит, Володь, ты помнишь, да, что когда-то он был почитателем биткоина, но потом на лету переобулся. В принципе, как и многие. Кстати, интересно. Нет, я бы насчет многих поспорил бы. Вот он один из таких, я бы сказал, единиц, которые вот обычно как происходит. Биткоин сначала критикуют, там тот же Трамп, допустим. Ну, понятно, Трамп сейчас больше в популистскую историю ушел. Ну, а есть там люди, которые сначала критикуют, как Сел Бекрок, например, Ларри Финк. Сначала критиковал, потом якобы изучил технологию. Ну, он может и якобы, а некоторые реально изучают и начинают говорить, нет, все-таки это тема. И вот на Сим Талли, ну, один из немногих примеров, который сначала говорил, что биткоин это тема, а потом по какой-то причине, вот я не помню когда, но года 4-5 назад, может 3, вот он резко переобулся. И говорит, нет, все, это финансовая пирамида, это все, короче, он никакую технологию ценность не несет. Мне вот просто интересно, как так произошло, что на него повлияло. Может, он почитал Карла Маркса, капитал стал социалистом. Может быть, да. Так вот, ну, давайте вернемся к back to school, к старой гвардии. Это Питер Брандт, как я уже говорил, это такой олдскульный трейдер, наверное, с 70-х годов. Поргует еще на каких-то, с помощью, наверное, используя какие-то перфокарты. Не, шучу, конечно, перфокарты, не знаю, или он использовал. Но, в общем, он считает, что цифровое золото готовится к масштабному прорыву. А по его наблюдениям, монета, возможно, повторяет постхалвинговый паттерн цикла 15-17-х годов. Как мы уже упоминали, 20-го годов. Там немножечко аналогия прослеживается. Но, как заметил Брандт, цикл 17-го годов, это, как мы помним, что такое 17-е годы. Это ICO-лихорадка. Это предвкушение институционализации. Но сейчас институционализация идет полным ходом. Сейчас рынок, по его словам, находится в состоянии сброса. А до этого колебался на кочках, тестируя уровни около 70-73 тысяч. И дальнейшее движение графика предполагает памп до 90 тысяч. Прослеживается аналогия. Вот Питер Брандт, он уверен, как и я, что рынки цикличны. И рынок криптовалют это ярчайший тому пример. И что то, что постхалвинговая турбулентность затянулась, это, конечно же, факт. Я не думал, что так надолго. Но нужно успокоиться. И лучше, конечно, да, покупать на низах, когда все в панике. Ну и, конечно же, придерживаться в целом стратегии DCA, доллар-пост-эверджинг. Почитайте у нас предториумный материал. Ну и сидеть на попе ровно. Но при этом внимание следует концентрировать не на старках, не на ZK, не на бластах. А на голубых фишках. Это, в первую очередь, биткоин и эфир. Ну и желательно держать хоть немножко стейблы на случай, если снова обвалится индекс страха до панических значений. На голубых фишках live change истории не будет. Не будет 10x, 100x. Ну хочется аж с тысячи себе там на домик какой-то, на бали. Не, ну вот тогда можно открыть фьючерс с плечом стоит и забыть про стоплос. Кстати, я не знаю, как это работает. Я тоже с пониманием рынка, как цикл работает, всегда на дне, когда начинаю покупать, мне всегда максимально страшно. Я вот покупаю по чуть-чуть и просто сижу и трясусь, думаю, блин, а вдруг ниже уйдет, а вдруг этот... Хотя понимаю, ну рынок не может вечно падать и вечно расти, но он когда очень долго падает, все равно страшно. Как-то эта психология так устроена. И сколько раз видела эти падения, сколько раз видела, сейчас будет отскок, сколько раз покупала на дне, оно отскакивало. И каждая покупка, это всегда страшно. А ты вспоминай слова Арестовича, 2-3 недели максимум месяц. Лена, ты не сказала, как ты думаешь, куда пойдет? Так, ну, сохраним прогноз сотки до конца года. На самом деле, где вас застала эта новость о падении рынков, я, кажется, лежала. Для меня это просто довольно просто и легко. Я закупилась по умолчанию на падении битком эфиром, как завещано было еще в первых выпусках нашего подкаста, нами же. И все, и мне как-то ровно. Очень, очень классно. В них я верю, больше всего, да, там игра с каким-то мемесами не хотелось. Или особенно с политическими мемами. О, кстати, интересно. Давайте я вас, да, ввергну немножко в пычину политики. Что там наш дед, не наш, дед сушеный Трамп, что он там говорит? Который раз продвигает идеи, что крипта, крипта, конечно, такая хорошая крипта. Предлагает даже вот госдолг США размером более 30 миллиардов долларов погасить битком. Это он слезал с биткоин-акта, который Синтия Ламес предлагает законопроект или кто у кого-то подсматривает. Это насколько капитализация биткоина должна вырасти, чтобы они двухстами тысячами закрыли 35 триллионов. Ну, я думаю, как раз вот Трамп на своих популистических заявлениях хочет пампить это все дерьмо. Популизм идет вразрез с арифметикой, так что можно не заморачиваться. Пусть пампит. Мы сейчас обсудим, да, как мы относимся вообще к его заявлениям. Он сказал, у него на самом деле такие общие фразы. Да, биток обладает глобальной важностью для экономики. Если не мы, то Китай. А Китай это пиздец. Давайте не Китай. В общем, догнать и перегнать как можно быстрее. Короче, Трамп вначале осуждает Байдена, что типа да, вы ничего не шарите. Тут вопрос большой, шарит ли Трамп вообще в битке. Тоже бы хотела спросить попозже. И Питер Шик говорит, вот ты типа обосрал Байдена, типа сказал о своих планах каких-то еще, не вступив в должность до выборов. Непонятно, будешь ты или нет. Как мы говорили, 49 у Камалы Харрис на поле маркете, за нее топят больше. Трамп на втором месте с 48. Моя Мишель Обама с одним процентом на третьем месте. Ну ладно. Кстати, вот эта вот шутка, знаешь, за кого ты будешь, за кого бы ты проголосовал. На меня недавно высадил собрад моей подруги. Мы идем с ней на полном серьезе. Вот Камала Харрис, а Трамп вот такой. Он говорит, девочки, можно уточнить в каком из штатов у вас регистрация, что вы так активно обсуждаете, за кого вы будете голосовать. Ну, типа, это имеет значение. Ну, короче. Питер Шеф говорит, классно ты, Трамп, все этим дедам, которые покажут у власти, подсказал. Сейчас они все конфискованные битки продадут. И как бы с чем ты будешь работать, с чем ты будешь там госдолг закрывать. Соответственно, Трамп позже этим выходит, говорит, что, типа, блин, вот я бы не продавал битки. Ни в коем случае не надо это делать. То есть, опять же, там приплел Китай еще, типа, надо, чтобы мы догнали, перегнали. И были и по майнингу первые, и по хранению первые. И вообще, везде make America great again снова. Сравнил и битокс и и. Ну, короче, вот эти тупые какие-то заявления, они настолько... Ну, они реально детские звучат. Это большая штука. Это важная супервещь. Про Китай, кстати, Комин хотел бы вставить. Он говорит, что если не мы, то Китай. При том, что в Китае якобы биткоин вообще запрещен. Но, что интересно, я вот на днях на биткоин-магазин увидел статью. Еще так углубленно ее не читал, но так отрывками почитал. Говорят, что там он на самом деле не запрещен. Что они там, авторы статьи, перечитали сам законопроект. Ну, вернее, закон уже. И там говорится, что запрещено открывать новые предприятия по майнингу. А про старые не упоминается. И плюс сам хешрейт, он же тогда упал, потом обратно отрос. И на Китай опять через процентов 20-30 приходится. И вообще там говорится, что Китай такая страна, где любят подать все жестко. Но эти жесткие законы нивелируются необязательностью их исполнения. То есть они вроде как и майнят. И продолжают майнить, и все там нормально, и ничего не запрещено. И спокойно торгуют. Мы писали очень много текстов, что OTC-трейдеры, там даже на 23-й год, по-моему, можно найти стату у нас на сайте, что до 28% торговли криптой приходилось на Китай материковый. Типа все равно торги никуда не делись. Плюс в Гонконге там все разрешено. Не знаю, там опасения Трампа с чем конкретно связаны. Тут в поддержку Бати выше двое его сыновей, которые анонсировали некий DeFi проект, который назвали Be Defiant. Типа будь непокорным, ля-ля-ля. Ничего конкретного не сказали. Анонсировали только потрясти чем-то огромным перед криптомиром. И там, как бы, след их и простыл. Пока ничего вроде нового не было. Два поста с хэштегами Be Defiant оказались в их X-аккаунтах. И также твит с хэштегом Be Defiant. За день до этого опубликовал инвестор Стив Витков. А это дружбан семьи Трампов. И его еще связывают с крипто-предпринимателем Chazen Hero, который владеет компанией, управляющей партнером компанией Subify. Это типа конкурент OnlyFans. Значит, и Subify связывают, вот их регистрация юрлица, по этому же адресу зарегистрировалась другая компания под названием IMG Software Solutions, которая как раз зарегала подалапка, заявку на регистрацию товарных знаков, связанные с вот этим Be Defiant, World Liberty и World Liberty Financial. Что они там будут оказывать? Вроде как предоставлять финансовую информацию в области децентрализованных финансов. Ну вот, короче, связывают, что где-то что-то, какие-то крипто-предприниматели стоят за всей этой движухой, и при их содействии сыновья Трампа будут мутить какую-то тему. Ну, вы верите в это вообще, что это что-то... Я бы хотел обратить внимание зрителей, читателей на то, что недавно рахполнул токен, который якобы связан с сыновьями Трампа. Неизвестно, насколько он точно связан. Ну, вроде как, какие-то доказательства там когда-то приводили, и там вывели всю ликвидность, плюс линули токен, он там на минус 99%. Хотя эти сыновья сказали, что этот проект не связан с мутукоинами. Но все равно я бы так, ну, осторожно подходил к изучению, его там тщательно бы просматривал, потому что уже как бы такой негативный чуть-чуть отпечаточек остался на авторитете. Да, все проекты, которые разлетают на какой-то очень хайповой теме, нужно к ним более внимательно относиться, чем к проектам, которые делают люди, хотя бы с каким-то именем в криптоиндустрии, с бэкграундом и с компетенциями. Команда которых ясна. Здесь сыновья эти, понятное дело, что это просто лица. Я не знаю кто-нибудь в этой всей фигне. Тем временем, Камала Харрис, которая еще пока, поправьтесь не так, ребята, еще она лично никак не высказывалась о битке, о цифровых активах в публичном пространстве, где за нее стали говорить крипто-компании. Они сказали, надо, короче, Харрис, Камалу нашу взять под белые ручинки, давайте мы соберемся. 50 человек набрали некую, сторонники демократической партии и поборники крипты собрались 50 людьми и сказали, соберем встречу, проведем под идеологией демократической партии, и предложим, как это нам лучше было бы регулировать. И Камале как раз там чуть ли не с программой поможем. Войдет туда в число участников Марк Юбан, Энтони Скоромуччи, небезызвестные, члены представителей демократов, палаты представителей демократов. В общем, что они топят? Они хотят, чтобы демократы остались лидерами гонки, поскольку видят, что Трамп прилагает какие-то безумные усилия, заработав уже более 20 миллионов, собрав в крипте на свою компанию, и стали просто упоминать любую связку Камала. А вот помните, она в июле свой штаб пригласила двух людей, связанных с индустрией. Вот этот член Костинного Совета Байненса Дэв Плув и Джин Сперлинг, который когда-то ранее входил в правление Рипа. А еще, в общем, они пытают нагнать вот это вот все. Не знаю, может, с этим, кстати, связаны ставки на поле маркет, выросшие на Камалу? Может быть. Короче, и еще прошла встреча партийных функционеров-сторонников Харрис с представителями крупных криптопроектов, биржи Коинбейс, Рипла, Стеллера. В общем, тоже там что-то обсуждали около бизнесовое, около политическое. Что-то так будут продавать. Короче, какое мое мнение. Трамп, ваш рассушенный дед, ничего он в крипте не понимает абсолютно. Ему абсолютно насрать на криптоиндустрию. Мое личное мнение. Трамп во многом проявляет себя как популист и ведет себя очень дешево. Вы читали Вашингтон-Пост, уж не знаю, насколько правда-неправда, но, по данным этого СМИ, на свою предвыборную кампанию в 2016 году Трамп деньги получил от египетского банка некого под каким-то там соглашением по перезвонам. Два чемодана, 10 миллионов долларов ему дали. Короче, это херня, скажите. Просто типа Трамп... Вот, он десятку типа, как будто бы, по данным Вашингтон-Пост, стряс с египетских каких-то банков, и за это все местным властям, он уже в годы своего правления президентского, он там им судил что-то с несколько миллионов, сотен миллионов долларов до миллиарда на военные расходы, на какие-то финансирования военных компаний различных. Типа, камон, если это правда, то типа Трампа можно, да, там за десятку любое мнение поменять, к нему подойти и сказать, псс, типа пацан. Я думаю, что ему там на тапольщиков хомяка, на ждущих листингтона на Binance, так похуй, что просто вы не представляете. И реально, если какие-нибудь крупные, толстосумы, да, понесут свои бабки в крипту и скажут, блин, Трамп, и Трамп при условии, что он победит вообще, мы не знаем, как будет расклад. Против Трампа еще не остановлены уголовные дела, куча там разных. Да. Что, пойдет ли он за ними, за какую сумму он за ними пойдет, или нет? Короче, это мое личное мнение, никого не хочу обвинить. Я скажу, Трамп, прости, но я что-то дико сомневаюсь. Вот его образ, созданный в масс-медиа, для меня он абсолютно констрастирует с каким-то вот криптоэнтузиастом и сильно верующим в эту тему чуваком. Что вы думаете? Я бы вот хотел отметить еще, что как-то у меня вот вся вот эта тема с отслеживанием, активным отслеживанием, что сказал Трамп, что сказала Камала, вообще напрягает, потому что, ну, мы не можем это не транслировать, мы как СМИ должны об этом писать, говорить об этом. Люди говорят, это понятно. Но вот лично внутренне напрягает, потому что, ну, крипта создавалась вообще на других принципах. Она создавалась шифропанками на идее децентрализации, на идее того, что какой-то Трамп не будет влиять на цену биткоина или на, там, еще на что-то, или вообще на майнинг, там, или вообще на индустрию в целом не будет влиять. И в итоге мы спустя 15 лет, или 14, 15 лет сидим, и, ну, Трамп сказал, что он будет за крипту, а Камала пока непонятно, но она в июле сказала, она двух советников наняла. Как-то вот сама концепция вот этого всего чуть-чуть как-то, ну, внутренний диссонанс вызывает. При этом я понимаю, что мы не можем об этом не говорить. Полностью согласен, что нужно обращаться к истокам, прежде чем слушать вот эти вот пафосные речи этих политиков, которые, чтобы это не стало, рвутся к власти. Ну, Сатоши там в шоке просто. Он, если живой, смотрит на это, он думает, куда это все катится. Да, важно помнить, что Трамп бизнесмен и основной капитал, он заработал не на крипте, а на традиционных финансах. И даже вот в тот самый Блумберг миллиардеров он еле-еле вошел на 499-е место из 500. Запрыгнул со своими 5,8 миллиардами по какой-то схеме высчитывая. Мы в прошлом подкасте обсуждали, что не совсем понятна методология подсчета, но тем не менее, короче, Трамп там еле-еле где-то болтается с 5 миллиардами и очень жаден и не может выделить там 10 лямов на свою компанию. Камон. Пусть займет у Киасаки. Киасаки, ты сам с жидким отложил уже. А у Киасаки уже все в биткоине, он по 60 всех засадил и сидит там теперь. Да. Так, пойдем дальше. Пару слов тут по FTX, по Ripple. Суды закончились, все отлично. По FTX, хотел сказать, вот в таком контексте я не видел, чтобы это мнение как-то транслировалось. Это ж выплатят 12,7 миллиардов и выплатят их в долларе. И выплатят криптанам, которые были в крипте. Соответственно, то есть FTX продала всю крипту, там 22, 23 в основном продавала. Сейчас у нее 12,7 миллиардов в кэше. Она этот кэш раздаст криптанам, которые крипту потеряли. И что криптаны будут с ним делать? Ну, скорее всего, заносить в крипторынок. Поэтому такой фактор, возможно, какие-то там 5-6 миллиардов дополнительного спроса, это не сильно много в рамках крипты, но в целом, возможно, придет. И по Ripple, легендарная, знаменитая, просто уже 4 года сидим, ждем, когда-когда, что там с Ripple, в итоге все закончилось. Вроде бы как. Ну, по крайней мере, суд сказал, что Ripple должна 125 миллионов заплатить, хотя SEC просила 2 миллиарда, поэтому это все воспринялось положительно, что... Хотя Ripple хотела 10 миллионов заплатить, но, тем не менее, рынок воспринял положительно, что сумму там сильно снизили. И все, идем дальше. Крипта победила, Ripple победил, Ripple неценная бумага, может торговаться на биржах, можно листить, если Ripple можно, то и любую другую крипту, поэтому тут в этом плане все у нас отлично. Переходим к тону, да? Да, перейдем уж. Куда без него? Теперь даже на Binance без него никуда, потому что 8 августа они залистили, наконец-то добавили возможность спотовать торговли. Что там у нас? Три пары к Bitco, к Tether и к First Digital USD. И отметка SID. Ну, SID, SID, да, экспериментальная типа штука. Актив в топ-20 CoinMarketCap иногда в топ-10 заходят и мод в метку SID ставят, типа рискованный актив. Меня это вообще удивило. Ну, глядите, на самом деле мы же очень классно в прошлом выпуске с Федей, с Куратовым обсудили, что за Tone'ом, за Open Network'ом стоит один крупный Market Maker, который, собственно, там и решает, куда пойдет цена, поэтому типа особо на новостях Tone' у нас и не растет. По поводу, почему Binance долго не листила Tone'у, вот Bit сказали, что листинг произошел под листинг HOMIKA. Поэтому скоро, наконец-то, все 300 миллионов тапольщиков, возможно, скоро смогут продать свои токены. Зачем листинг Tone'у? Типа, сама сеть Tone'а и так была, токен Node'у и так был, типа, причем тут листинг конкретно монеты просто на бирже к листингу HOMIKA'а ну вот он такое мнение высказал. А AirDrop будет, чтобы забрать AirDrop, нужно будет оплатить газ в Tone'е, а чтобы купить Tone'у, нужно пойти где-то его купить, соответственно. На Binance, да. Ну куда-то пойти, там где есть уже, на Gate.io, по-моему, да, на OKX есть Tone. На OKX'е есть, да. Вот, есть, и то есть все новые вот эти пользователи, огромные, миллионные, там 35 миллионов пользователей HOMIKA'а, получается, пойдут регаться, ну, потенциально, да, если они совсем новички, пойдут регаться на эти платформы, и тогда Binance спустит возможность притока ни хера себе нескольких лямов пользователей, вот об этом, типа, здоровый смысл, здоровый смысл есть, Закупаться, да. Тут новости, значит, эко-системы TAPLOK, снова глава игрового направления The Open Network рассказал о будущем NotCoin, что ждет TAPLOK'и, и что он говорит, какие они молодцы, так все здорово, привлекли очень много пользователей, и сейчас им самое главное удержать внимание этих пользователей и монетизировать это, монетизировать это, плоти, чертов пользователей, хватит TAPLOK'и, и вообще, в конце концов, действительно, сейчас нужно этим играм как-то простимулировать сообщество, чтобы они не уходили, и в играх реально же ничего не сильно привязано к каким-то покупкам внутриигровым, да, а больше вот именно монетизация трафика интересует разрабов, что еще сказал вот этот вот глава геймингов направления Инал Кардан, он считает, что вот NotCoin, который единственный пока что добрался до запуска и листинга, то есть, можно сказать, официально вышел в свет, стал торговаться, молодец, очень круто все получилось, и сейчас он яро приветствует то, что они продолжают свое развитие за счет привлечения сторонних проектов игровых, открывают дополнительные игры типа Lost Dogs, которые будут в течение шести недель уже, да, полторы недели назад началось. Кстати, заходили туда Lost Dogs? Нет. Я заходил, но что-то ничего не понял, мне там что-то начислилось, ничего не понял. Я вообще, мне не понравилось, что типа ты там голосуешь, там квесты для собак, тебе показывают три карточки, ты монетками голосуешь, куда эти собаки пойдут, в каком это будет происходить, лор, да, в каком будет месте, какое они будут строить государство, типа коммунизм, технократию, что-то там еще, и тебе нужно подождать, пока все остальные игроки проголосуют, а чтобы почитать этот лор, за который ты проголосовал, тебя перекидывает из приложения игры просто в канал too long didn't read. Собственно, я зашла дважды, вот это вот все, мне вообще ни хера не понравилось, но вот, значит, как его там зовут, уже имя забыла, и Нал Кардан в восторге писает, keep it com, говорит, как здорово, программа инкубации, супер новые игры, заебись, маркетинговые компании, огонь. и верят точно так же на волне всего этого Hamster Combat, который уже не знаю, сколько они раз анонсировали свой листинг, да не вынонсировали, никак он не запустится и в мае, и в июне, и в июле, да, в августе, наверное, будет, а может быть, в сентябре, и опять же, почему я думаю, он в него верит, потому что там, блядь, просто большая база пользователей, опять же, он не может гарантировать, что это не скомота, он не знает этого, и мы не знаем даже, кто разработчик этого всего, да, там, Гуринович пришел, сказал, я партнер, я не халявщик, я партнер, а я просто выкупил российскую, вот это вот, право продвигать игрушку в России, и все, от меня, короче, кардан ативистично настроен, что все все переживут, и как здорово, мы это все запустили, но между нами, пацаны, откровенно, курахуй, вот честно, половина, большинство этих игрушек, полная лажа, они лагают, они неинтересные, они скучные, они разжижают мозг, таксист был прав, тот таксист, с которым я ехал, сказал, просто, керня, сидишь, и мозоль на пальце зарабатываешь себе, ну, правда, неинтересные, есть классные проекты, не буду говорить, никого рекламировать, но в основном, куда бы я ни заходила, ну, вот даже, допустим, Катяцин, да, которая там помогает кошкам, Катяцин, да, ну, я бы собирала котиков, да, 29 уровня, нет такого, что это все равно какая-то, и не знаю, как удержать мое внимание там, и как раз, по вопросу, кто побежит на банан покупать тон, я такая, сижу, что, что-то надо заплатить газ, тонь, пошли нахуй, я больше не играю, а свою грудь, и ухожу, я думаю, что многие люди сделают точно так же, но посмотрим, как у них это все получится. Мне кажется, вскоре появится игра, типа, как вот это, была веселый фермер, да, потом была пиксели, да, кто знает, на Байнерсе была лонж-пул пиксели, и многие на нее присели, и мне кажется, та полка в духе выращивания вот этой капусты, мне кажется, было бы по приколу многим. Ну, есть же фермы, в которые люди вот играли еще вконтакте, там, приложения всякие, которые люди... Так можно по образу и подобию сделать, что ты тапаешь там какие-нибудь там помидоры, там, персики. Такое есть уже, ребята, просто засилие очень многих однотипных проектов, это от этого начинает тошнить. Но кто-то находит что-то свое, да, у каждого приложения, своя аудитория. Ну, интересно, куда оно все вообще вырастет, потому что, ну, очевидно, что 300 миллионов пользователей там сидит не из-за интересного геймплея, а из-за того, что на NoteCoin не забрали друг, и хотят здесь забрать. И вот интересно, когда-то же будет апогея всего этого развития, когда-то пойдет стухание, и что они предложат. Кстати, Обязательно. Обязательно пройдет, по поводу дропа, хомяк, опять обновили, поменяли условия дропа, то у них была прибыль в час, то еще что-то. Сейчас уже обновили разделы F-drop, и теперь там уже описаны 6 критериев, которые будут влиять на дроп. Это пассивный доход, то есть прибыль в час, это нужно выполнять задания, привлекать активных рефералов, достижения, подписаться на Telegram, и ключи. Ключи раздаются там, вот о игре, Playground, там надо какие-то игры проходить, за это ключи даются. А завтра напишут, хомяков по осени считают. Да, что это еще не все, что это не конечный список, поэтому, возможно, еще добавят, и я опять, зарадую чуть-чуть поразгоняю, тут стандалы, интриги, тоже опять сегодня наткнулся, по хомяку начали разгонять скандалы, там типа вот, ну, в пример приведу Никиту Ануферева, он это, целых хедлайнеров, там подкасты много с кем делают, такой довольно известный чувак, говорит, с 28 мая я молчал, теперь скоро там будет какое-то разоблачение хомяка, то есть он удалил все посты с канала про хомяка, и теперь будет что-то там разоблачать, пока непонятно что, но я еще другое мнение читал в более мелких ноу-нейм телеграм-каналах, поэтому не знаю, насколько это правда, но говорят, что вот этот Эдуард, Эдуард же создатель, да? Да, Голенович, но он не создатель, он партнер в России, эксклюзивный партнер игры в России. Да, ну по подаче материала в этих телеграм-пабликах, что он якобы создатель или стоит за проектом, и что он типа сильно зазвездился, говорят, что он раньше он со всеми сотрудничал, выходил на связь, там общался, развивался, развивался, и хомяка подняли инфлюенсеры, которые там рекламировали, и теперь он с этими инфлами не общает, ну типа морозит их, там в чатах не отвечает, такой весь важный стал, и за биржи начал говорить, что вот эти все биржи, которые на премаркете, ну на вот эти фантиками, что торгуют, ок, xbybit там, где просто цены устанавливают еще без токенов, что типа биржи завистили на премаркет, но теперь не хотят с ним работать тоже, потому что он там как-то некрасиво с ними себя повел, возможно из-за этого листинг задерживается, возможно не из-за этого, возможно это все мифы, неправда, но вот такие слухи тоже видел, поэтому такая вот история. Потенциальный кидок пацанов происходит под киды хомяка. Там писали, что ой, он там продался, казинохе стал рекламить, типа в игре, это правда, я не захотел. Это тема. Ну короче там какие-то, не знаю, может это типа набрасывать на вентилятор там специально, чтобы потопить успех, а может реально, может доля правды есть, то есть этого мы не знаем. И последнее на тему скандалов, это по ОКОКСу тоже скандалы, опять наши российские блогеры отметились, Рафаэль, владелец канала Слеза Сатоши, сказал, что ОКОКС его кинула, заблокировала аккаунт, заблокировала деньги, плюс его там партнеров, его каких-то подписчиков, в общем, говорит, выводите все с ОКОКС срочно, я не могу ни на что повлиять, я лично общаюсь с Сео ОКОКСом, он мне типа ничего не говорит, на что ответил Сео ОКОКС Стар Сюй, сказал, что в Твиттере он написал публично, что пока мы с тобой общаемся в приватке, ты нарушаешь санкционное законодательство, типа, и поэтому нарушаешь правила биржи, поэтому его забанили, якобы за то, что он, мне говорится напрямую, ну как я понял из контекста, либо с Гарантекса, либо с Торнадо делал депозиты, то есть из этого и забанили, ну у меня просто хочется спросить, ну Рафаэль не знает, что с Гарантекса или с Торнадо Кэш не нужно деньги переводить на биржи, но это, по-моему, уже из этого. Централизованные особенно. Да, ну типа, тем более Бинанса это уже раньше банила, еще до ухода с российского рынка, она тоже за это банила, ну все об этом знают, что Гарантекс и Торнадо Кэш это ред флаг, все, лезть туда не надо. И, ну, говорит, что типа, вот если вы будете с этих решений, ресурсов переводить, да, мы вас забаним, а в остальном, типа, мы никого не баним, и все нормально. Тут, ну не знаю, люди разные говорят в чате, как я так почитал, ну кто, кто в основном критикует, ну, наверное, в основном российские пользователи критикуют, что типа, нечестно отбирают деньги, нету там прозрачной системы, типа, просто взяли деньги, отобрали, заблокировали, и, ну, скорее всего, люди, которых тоже забанили по этим же причинам. Надо, да, сказать, что Старсюй сказал, что деньги Рафаэлю вернули до блокировки, ему позволили их вывести, это его заявление, оно опубликовано в X-аккаунте в официальном Старсюе, а нам лично, форклогу, представители OKEX сказали, что, OKEX, прошу прощения, сказали, что пользователям из СНГ, в частности, из России, волноваться не надо, никого целенаправленно по причине того, чтобы пользователей из конкретного региона не блокировать, сейчас нет, не идет никаких гонений, каких-то новых правил по ограничению торговли для российских пользователей или жителей СНГ, те, кто зареганы по документам из этих стран. Поэтому волноваться особо не стоит. Если это не так, вы знаете, на нашем сайте у нас есть почтовые адреса, напишите нам, что нет, это не так, и мы по беспределу, мы рассмотрим ваше обращение, обязательно, все открыто, все доступно, жалуйтесь, пожалуйста, все узнаем и выясним для вас. Что там, OKX, она вводила уже в прошлом году, единственное, что запретила P2P торговлю с рублем, остальное все оставила. Каких-то особо других ограничений официально биржа из России, как Binance, например, не уходила. По поводу сервисов Tornado Cash хочется добавить, что это может показаться так, что мы говорим не нужно их использовать, то есть это ваше право и, допустим, Виталик Бутерин Tornado Cash активно использует. Просто... Railgun, стой, стой, Railgun. Разве, по-моему, Tornado Cash он тоже закидывал, нет? Нет, там есть у него другой, по-моему. Railgun, дико сомневаюсь. Может, раньше еще до санкций он использовал, может, мне так показалось. Виталик испугался санкций и перешел на другой миксер. Заголовок пишем. Ну, то есть я к тому, что вы можете использовать, но когда вы будете переводить эти потом эфиры на централизованную биржу, то нужно понимать, что биржи все соблюдают санкции, это не конкретно Локекс, они там злые на нас, на пользователей. Это вот такая санкционная политика, любая крупная биржа будет ее соблюдать. Если вы с Гарант Экса или с Торнадо Cash переводите биткоины или эфиры, то будьте готовы. А если вы не знаете, откуда у вас источник происхождения средств, есть сервисы, которые позволяют проверить там чистоту биткоинов, просто даже телеграм-боты вставляете и адрес вставляете и вам говорят, типа, откуда они пришли. Из твоих слов, если быть кратким, получается, биржи заложники комплаенса, а мы заложники бирж. Супер. Мне кажется, лучше налегать на некостадиальное хранение и, ну, все равно, немножко... Все равно, потому что даже один зашакаленный Сатоши может похерить весь твой депозит в кошельке. Да? Типа. И ты хер... Ну, докажешь, что ты не гусь. В общем, то, что и как-то раньше у нас обсуждалось, что мы должны чуть ли не сами действительно смотреть каждый раз перед работой с централизованными биржами, проверять, что и кому мы отправляем, получается. К этому мы сейчас подошли. Такой этап у нас в криптоиндустрии, ребята, что спокойно не поторговать? Всех контрагентов надо знать в лицо? Получается, если получаешь от, ну, типа, неизвестного человека или не из биржи, то получается так. Если ты получаешь, там, с Binance вывел себе кошелек, ну, естественно, их проверять не нужно, потому что все, что через Binance прошло, оно автоматически становится белым. А если получил неизвестно от кого на свой кошелек, то перед заводом на Binance, конечно, желательно проверить. Как бы не хотелось это делать, и как бы это не противоречило идеям шифропанков. Такая жизнь. Такие дела, ребята. Да, у нас часто финалы грустные, но впереди следующая неделя, может быть, она придет какие-то новые, интересные новости. Присоединяйтесь к нам, послушайте о них, смотрите нас, слушайте нас, читайте нас в конце-то концов, и обязательно оставляйте свои комментарии. на Ютубе пишите нам письма, пользователи приглашаются к обсуждению этой темы, все письма мы читаем, на все отвечаем, ни одно ваше обращение не останется нерассмотренным. Спасибо вам, ребята, что вы с нами. Пока-пока, до следующей недели. Следите за новыми выпусками, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok